Здравствуйте, меня зовут Николай Турчин. Сегодня мы поговорим о клинических проявлениях остеоартроза. Самым важным и первым симптомом остеоартроза является боль. В зависимости от характера боли мы определяем, какая степень остеоартроза. Для первой степени остеоартроза характерна боль, которая возникает при физических нагрузках, проходит в покое. Для второй степени остеоартроза боль возникает при физических нагрузках, незначительных, и опять-таки проходит в покое. Для третьей степени остеоартроза боль, независимо от физических нагрузок, возникает в любое время дня и ночи. Помимо боли, при деформировавших артрозах первое проявление – это хруст в суставах. Сустав становится туго подвижным, сокращаются или наоборот становятся ригидными связки. На примере это происходит так. В основном деформируется коленный сустав в варусной деформации. И как мы видим, с одной стороны растягивается связка наружно-боковая, а медиальная связка наоборот расслабляется и сокращается. Это приводит к тому, что идет неравномерная нагрузка на суставной поверхности, которая приводит к тому, что истончается суставная щель с одной из сторон суставов. В частности, в данной ситуации медиальная сторона. Это приводит к тому, что проседает медиальная мышечная большеберцовая кости, и со временем истончается хрящевая поверхность медиальной стороны сустава. Мы отмечаем, что при деформирующих атрозах у нас ограничивается движение в суставе. Это опять-таки связано, что капсула сустава, которая покрывает суставную поверхность, она становится более тугоподвижной, и с чем движения в суставах резко ограничиваются. Уменьшается подвижность, атрофируются мышцы, которые приводят к увеличению травмирующего фактора. Еще мы можем отметить, что одним из основных симптомов является в начальных стадиях воспалительный процесс, который сопровождается отеком сустава, в более поздних стадиях, наоборот, сустав становится сухим и тугоподвижным. Помимо того, отмечается терапевтическое нарушение мягких тканей в зоне деформирующего артроза, а также неврологические нарушения. В следующем выпуске мы с вами поговорим о методах диагностики деформирующего артроза. Всего хорошего, будьте здоровы!